Всем привет, друзья! У нас бабье лето. Я всегда считала, что у нас, честно, прохладная осень, не говорила ветрено, но в этом году я не узнаю, если честно, этот октябрь. Я сейчас нахожусь в районе Бельведера. Вот он сейчас как раз на ваших телефонах, компьютерах. Бельведер – это у нас жилой комплекс от компании Фройда, причем многие корпуса уже давно сданы, причем изначально домики были девятиэтажными, и вот даже впереди мы тоже видим девятиэтажные домики с панорамным стеклением. А вот это уже свежий Бельведер, новый Бельведер. 14 корпусов по 6 этажей. И с некоторых домов, особенно вот в первой линии, есть вид на море. А вот и Черное море, как и обещала, во всей своей красе, необъятное, красивое, теплое, ласковое. В общем, можно с тысячой один эпитет сказать в пользу нашего любимого Черного моря, но, мне кажется, лучше любых слов – это все-таки вид, когда вы вживую приходите и наблюдаете такую вот красоту. И я удивлена, но от Бельведера есть даже спуск к морю. Вот такие вот дела. Я не знаю, насколько он нетравмоопасен. Видите, все-таки здесь идет такой пологий спуск. Я сейчас попробую максимально, куда получится дойти, и показать вам о том, что летом здесь, конечно, люди постоянно ходят, не боясь за свою жизнь. Хотя, честно, мне кажется, после дождя вы здесь, конечно, не спуститесь, потому что, ну, есть такая вероятность, что будет все здесь плыть. Поэтому рисковать лучше не надо. Но при этом, если вы никуда особо не спешите и хотите просто прогуляться, то можно дойти до Ореховой рощи, а с Ореховой рощи спуститься вон там вдалеке уже спуск, где 40 лет победы. А в чем плюс этого побережья? И в чем его однозначный минус? Ну, во-первых, давайте с плюса. Плюс это то, что у вас открываются дикие пляжи. А как мы знаем, что на диких пляжах реально чистое море, намного чище, чем то, которое относится к центральным пляжам в Анапе. Но и минус исходит тоже из этого. Почему он считается у нас диким? Потому что у нас здесь камни. То есть вы заходите, у вас не очень удобный заход в море. Но зато вы получаете чистое море. То есть каждому свое. Кто-то даже специально, принципиально приезжает, селится специально рядом в углекаменных пляжах, и только из-за того, что оно здесь намного чище. Поэтому каждому свое. Я считаю, что если вам нравится это море, то однозначно стоит присмотреться к ЖК Бельведер. Видите, у них вот тут вот такой спуск. И вы можете спускаться к морю отсюда. Насчет того, насколько он безопасный, я уже сказала. Потому что, видите, конструкция, забор, даже ограждение немножко отогнуто в эту сторону. То есть есть вероятность того, что он не совсем безопасный. Ну а по дождю я сказала, что этот проход следует избегать и идти лучше по обычному асфальтному спуску, где 40 лет победы. Ну а теперь, посмотрев на красивое Черное море, давайте все-таки перенесемся обратно к ЖК Бельведер и посмотрим, какие есть планировки, вообще что по ценам. Так как я понимаю, что от застройщика уже квартир нет. Поэтому будем смотреть цены, которые идут либо по переуступке, либо вторичные от собственников. Честно, я удивлена от того, насколько интересным проектом смотрятся. Вот это вот в виде корабля, представляете? Смотрите, еще один корабль. А мы там видели еще детскую площадку, представляете, с заправкой для детей Лукоилл. Это такие реалии нашего времени, перешедшие уже в детскую сторону. Смотрите, какая интересная аллейка. Зеленая здесь возле одного из корпусов. Уличный фонарь. А вон там вдалеке как раз микрорайон Трибея. Здесь вот сейчас есть небольшой такой пустырь. Я думаю, со временем здесь что-то обязательно построят. Поэтому недолго здесь будет вот такая вот трава высушенная. Впереди мы видим ЖК Горизонт от Славянского дома. Храм. Там спектр дома, жилые комплексы малоэтажные на Ленина. И старая-старая Анапа. И вот здесь вот какой-то долгострой. Мне все время интересно, что это за долгострой. Если знаете, напишите в комментариях. Потому что я вот у кого не спрашиваю, никто не знает ничего об этом мифическом жилом комплексе. А может это не жилой комплекс. Может это когда-то строился обычный дом. Когда еще не модно было называть жилыми комплексами. И вот такая вот красота. Бельведер разоренным солнцем. Бельведер в переводе с французского означает, что это малоэтажное какое-то здание, с которого просматриваются виды на что-то. Красивые виды. Вот, не зая бельведер, потому что если с той стороны смотреть, то там видно даже море. Ну а здесь еще, получается, дома не сданы. То есть они еще строятся. Но вот уже по территории посмотреть вокруг да около можно хоть сейчас. Здесь, видите, все обнесено еще заборчиком. Как я уже и говорила, скоро сдача. Вот, например, корпус пятый. Он уже сдан. Здесь живут люди. Какие здесь планировочки. Вот с видом во двор, да, вот сюда, где подъезд у нас. У нас были здесь однокомнатные 43,7. Однокомнатные 44,85. Здесь была однокомнатная 43,2. 43,7. Также 44,15. И маленькая была однушечка 31,40 квадратных метров. И распашонка в эту сторону выглядывает двухкомнатная квартира 68,35. А на ту сторону там тоже 3,4. 4 однушки были разной планировки. И одна двушка именно на ту сторону 62 квадрата тоже. И в разных секциях разные планировочки. Поэтому все тут сугубо индивидуально. Вот такие же планировки были в третьем корпусе и в седьмом, и в пятом. Вот в этом доме есть вид на море. Особенно с четвертого, пятого этажа. Даже на шестом будет отличный вид. Потому что он уже стоит в сторону моря. Там буквально две постройки. И уже за ним как раз море находится. А вот в этом тринадцатом корпусе у нас с видом на море будет много квартир. Здесь даже есть студия. Итак, здесь есть однокомнатная 38,5. Студия 23,15. Однокомнатная побольше. Получается планировка у нее 43,75. Еще однокомнатная квартира 44,95. И такая же зеркальная 44,95 следом за ней. И также еще здесь есть 45,75. Студия 23,15. И распашонка однокомнатная. Она тоже одной стороной выходит на море 41 квадратный метр. Можете даже сами оценить, что море вот там рукой подать. И даже отсюда видно. Вот эти дома. Пятый, шестой литер. У них идет сейчас комиссия. Мы внутрь не попадем, к сожалению. Потому что дом на сдаче. Итак, вот здесь в шестом литере, который крайний, есть даже студии. Студии сейчас везде одинаково. Стоит 2 миллиона 83 тысячи. Но при этом видовые вот сюда, на поля. Не с видом на море, естественно. Таких нету здесь в студии уже. По поводу того, какие здесь однокомнатные. Однокомнатные 2,860 стоит. Это где-то 45 квадратов. И тоже вид во двор. Соответственно, в этом так же. Поэтому я думаю, что этот вариант будет интересен только тем, у кого ограниченный бюджет. Но они именно хотят в этой зоне доступности с Ореховой рощей и возле Черного моря находиться. А сейчас мы перенесемся к 17 литеру, к тому самому привлекательному, который будет сдаваться в первом квартале 2020 года. И вот там как раз таки интересные уже квартиры, да, подороже. Но я вам расскажу, с каким видом они будут находиться. А по литерам это с 11 по 14 литеры. Всего же их 14 домов здесь, как я и говорила, шестиэтажных. И вот именно они сдаются в первом квартале 2020 года. Итак, по чем же здесь будут квартиры? Во-первых, однокомнатная квартира с видом во двор, вот в этих литерах, есть на разных этажах 2 860. Она будет стоить без вида на море. Соответственно, с видом на море уже такая квартира, которая будет с той стороны, где я вам уже рассказывала, она уже будет стоить 3 миллиона 600 тысяч. По квадратуре это 45 квадратов. Так что, если кому-то интересно такое предложение с такой ценой, обращайтесь, звоните. Ну а с вами была ваша верная слуга Светлана. И я вам продолжаю рассказывать об интересных, актуальных предложениях на рынке недвижимости в Анапе. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. И, конечно же, увидимся в следующих выпусках. Пишите, какой ЖК снять в следующем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok